Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. За окном 5 марта. И как обычно, сейчас мы с вами пообсуждаем комментарии, которые приходят ко мне на канал YouTube. Отвечу на некоторые вопросы. Начну с последних и дойду у нас... Ну, сколько успею. Вот Полякова Наталья дает мне тут совет, как подвязывать помидоры, чтобы они не падали. И Гольчатичак Борисова спрашивает, как часто поливать этих малышей. Это вот про самые-самые, когда всходы еще маленькие. Но я уже... Нужно смотреть видео все по порядку. Я уже говорила, как я поливаю самых маленьких, как поливаю подросшую рассаду, что полив увеличивается вместе с возрастом. По мере подсыхания грунта полив должен быть умеренный. Я не вижу смысла все снова это рассказывать. Все уже по полочкам разложено. Вот все по самым-самым мельчайшим. Все рассказывала. Вот Олеся Иванова хочет нас предостеречь к видео, добавлять ли перо птицы свежую рубку. Предостеречь, что в старом пере может проживать клещ. И вот благоприятные условия в огороде. Он может еще размножиться, еще его там придется травить. Но про это я не знаю ничего, потому что я пером не пользуюсь. Удивляюсь всегда, откуда у людей столько пера, что они в каждую лунку его добавляют. Так, Еленка Прекрасница пишет. Стимуляторы все на спирту. Может вообще можно самогоном брызгать? Тогда не коты на рыбу пойдут, а соседские мужики на запах самогона будут кружить вокруг вашего огорода. Так, пишет Оксана Малявкина. Вместо рыбной муки можно применять мясо костную. Ее тоже дают животным. Более богатый состав. Но вот в этом видео я, по-моему, называла, я же говорила, мясо костное, рыбное, фосфорная мука. Все разновидности вот этой муки, они подходят, все они богатые, богатый состав и во всех содержится фосфор. Тут Ольга Фатеева пишет. Скажите, почему обратная сторона листьев томатов стала слегка красновато-фиолетовой? Ну, это и пишет, что из 10 томатов только у двух покраснели листья. Вообще, если когда вот полностью делается фиолетовым, всегда же говорят от пониженных температур, и когда не усваивает растение фосфор, от недостатка фосфора, ну, когда у вас все нормальные, а только два покраснели, тут я даже теряюсь, это не может же только двум быть холодно, значит, что-то с ними, какой-то сбой, наверное, что они не могут усваивать фосфор. Но вообще, вот как по описанию причиней, всегда говорят, что если фиолетовый оттенок начинают приобретать листья, это недостаток фосфора у растений. Но если они в групповой посадке отличаются только два, я даже сказать не могу, почему, всем нормально, им плохо. Вот пишет один умный такой у нас, комментатор, где я показываю, как я копаю чудо лопатой. У тебя вскопана грядка-то, а ты целину вскопай, зачем копать вскопанное? Ну, во-первых, я копала вскопанное, я на два раза копаю, чтобы посадить лук всегда, и во-вторых, чтобы показать людям, как работает лопата, что так расстраиваться, что я копаю вскопанное. Я копаю всегда на два раза, это мое личное дело, не надо так расстраиваться по этому поводу. Так, Татьяна Андресова пишет, или Андресова, извините, тут ударение не знаешь, как поставить. В 2018 году применяла рыбную муку, 1 столовая ложка в лунку урожая был прекрасный, но все же так дорого, если не 100 лунок, а 2000. Вот я и всегда говорю про дороговизм всех этих добавок, я вот тоже только в теплице это делала, на открытый грунт, конечно, у меня уже всего этого не хватило, так просто побаловать некоторых избранных. Пишет Ольга, сейчас продается янтарин, это к видео о HB101. В аптеке таблетки янтарной кислоты от янтарки такой же результат, как от HB101. Верно, и стоит янтарная кислота в 150 раз дешевле. Это вот про дороговизну, про неоправданно высокие цены на эти препараты, HB101 в частности. Тут пишет Наташа Соколова, что масленица с 4 марта. Мне уже некоторые написали, вы знаете, я же редко смотрю в календарь, я знаю, что начинается масленичная неделя. А какой именно день? Я вот такой человек, человек, когда на работу перестает ходить, он уже не следит за календарем. У меня все, масленица началась и все. Так, вот пишет, хочу вот этот комментарий отметить и пояснить. Пишет одна, не знаю, Сфера Сергеевна, Сфера это имя или Сфера деятельности, не пойму. Для растения и просроченная пойдет. Мы же яйца для подкормки растений ферментируем, то же самое с мукой происходит в земле. Это для животных нельзя просроченную. А просроченную, кстати, можно дешевле купить. Я бы не стала так утверждать категорично, что просроченная пойдет. Я читала расширенные вот эти вот все комментарии. И там именно при окислении вот этих вот жиров образуются те вещества, которые вредны для растений. Так что я вот прям от души вам не советую гнаться за дешевизной и покупать просроченные. Я в том году купила просроченные, я не поленилась, поехала менять даже. Потому что написано русским, черным по белому, что после вот этого окисления, после истекшего срока хранения, все хорошее переходит там, переобразовывается в плохое. Там же химические процессы идут. Не нужно покупать просроченные, не нужно. Там ненамного вы выгодаете. Так, Татьяна Ледовских пишет. Большое спасибо за информацию. Для меня очень важно видеть, как развивается ваша рассада. Можно сравнить со своей. Очень подробно рассказываете, показываете. Вот я для этого и показываю, вот прям, можно сказать, с интервалом в неделю, все-все периоды и все действия, которые я делаю, для того, чтобы начинающие огородники могли сравнить со своей. И они вот мне пишут уже обратно, например, а у меня меньше, а у меня больше. И мы выясняем, что, я вот объясняю, что разные условия. У меня я специально притормаживала, делала маленьких старушек, чтобы они не разрастались. И все это индивидуально, и в каждых руках рассада выглядит по-разному. Если вы их холите или леете, даете вдоволь пить, конечно, она у вас будет больше. А если немножко другие условия. Ирина Кравунец пишет. Согласна с вами на 100%, все эти препараты, это лохотрон, маркетинг. Как раньше выращивали наши бабушки, не зная этих прибамбасов. Вот про пухоперо пишет Ирина Кравунец. А я при посадке картофеля в лунку ложила горсть пера и луковой шелухи. При выкапывании картофеля все перегнивало, картошка была чистой и крупной. Такую же приправу под помидоры и перец. Это, конечно, все хорошо, но вот читая такие комментарии, Ирина, я всегда удивляюсь. Где можно взять столько перьев и столько луковой шелухи? Я уже подумала. У вас там, наверное, все куры в соседних домах уже голые бегают. Все пухоперо использовано в огороде. У меня вот всего один раз была вот эта какая-то подушка старая. Больше в жизни я даже не знаю, где вот в городе, например, взять пухоперо. Мы, конечно, я думаю, что городские жители редко пользуются такими методами удобрений. Так, вот пишет Ирина Иванова, какая вы сегодня красивая, только нижнюю подводку не делайте. Так и хочется спросить, что еще мне не делать? Я нижнюю подводку не делаю, к вашему сведению. У меня просто как густо накрашены нижние ресницы, и они на видеосъемках сливаются в одну полоску. Кажется, что подводку не подвожу я нижний глаз. Вот пишет Елена Зайцева. Без снега нет ионизации. Вся земля в природе под снегом. Вот и весь ответ. А чем больше снега, больше урожай. Снег имеет хороший пауаж. Так я вот, например, про свою ситуацию я вам объясняла. Она, эта снеговая вода, она все равно приходит в теплицу, куда она девается. Не может же быть маленький кусочек среди вот остальных там в огороде лужи, когда все тает. И этот кусочек земли сухой. Но она приходит сама автоматически. И вот мы, например, не заморачиваемся, ничего туда не накидываем. И та же самая ионизация происходит. Просто все это вполне естественным путем. Вся вода впитывается в грунт. И заходишь весной в теплице влажненько. Я всегда, ой, в прошлый раз сказала, если у кого-то такие условия, что вода не поступает, вот есть на возвышенности или там высокие грядки, тогда нужно. А всем остальным, вот вчера уже пришли комментарии такие, что кто-то, наслушавшись советов, накидал снег, вот пишет один мужчина. Он у него там как подтаивал, замерзал, подтаивал, замерзал. И такая ледяная глыба замерзла, что весь огород уже растаял. А у него эта корка льда ему пришлось колоть и назад вывозить обратно. Вот он сделал две работы. Сначала он туда натаскал снег, потом он обратно ледяные глыбы наталкивал. А одни тоже натаскали снег, наслушались. Потом у всех уже везде, ну вокруг так же растаяло и подсохло. А в теплице было болото. И уже когда люди все начали там использовать свои теплицы, они не могли, там чавкало. Поэтому это вот такие советы слушать надо очень-очень осторожно. Кому-то подойдет этот метод, что нужно натаскивать, а кому-то нет. И вот, конечно, все это хорошо, ионизация, все хорошо. Но когда ты не можешь рано весной пользоваться теплицей из-за того, что там чавкает и болото стоит, то тут мне кажется, ну конечно, опять же, вы вот пишете выбор за вами, это правильно. Я всегда говорю, что это очень хорошо, что сейчас многие люди написали комментарии под этим видео, и уже кто-то задумается, а может быть мне тоже не стоит натаскивать снег, раз вот у людей такие неприятности из-за того, что он туда натащил. Это двойная работа, во-первых. А во-вторых, все пишут, у нас и так все хорошо, и так все смакает, и влажная земля. Я вот сейчас немножко снег растает, я пройду и покажу вам. Я уже показывала, когда что-то там было сухо, а потом зайдем, там уже будет влажно. И никто не работал у нас зимой, не натаскивал туда снег. Этим мы избавляем себя просто от лишней физической нагрузки. Так, пишет Ирина. Оль, дорогая, вольты это напряжение в сети, а у вас, похоже, 2 киловатта мощность. Но я вот сейчас пролистаю это, все равно это забуду. Конечно, 2 киловатта, да? Я говорю, что вот есть у людей географический кретинизм. Слово не очень красивое, но есть такое выражение, что они теряются, путаются там и в городе, и в лесу. У меня насчет этого все четко. Выброси меня в лесу, я обратную дорогу найду, и в городе тоже. А вот электрический кретинизм, наверное, у меня существует. Киловатт от киловольта я до сих пор не отличаю. Ну, а теперь уже и не стоит мне их отличать. Светлана Ги пишет. В прошлом году отапливала конструкции наподобие тоннелей тепловентиляторами, пришлось немножко приботнять над рассадой, результат порадовал. Единственный хлопот это переключение. Я вот про это и говорю, что даже в крайнем случае, если с тоннелями такая беда приключается, что вот сильный мороз, и боитесь, что замерзнет, можно в торец подставить на какую-то подставку вот эту вот тепловую пушку, тепловентилятор, вот как я показывала, ветерана нашего обогрева тепличного, и туда надуть на ночь теплый воздух. Очень удобно. Это может выручить тех, кто занимается массовым выращиванием. А вот, Наталья Черепанова мне написала. Беру у вас опыта, но питунью у вас не фонтан, извините. Я сажаю рядами и рыхлю земель капух. Это вот она к видео, это один из способов посева вот на простую землю. Я же показывала, я сею и рядами, и на салфетку, и на пеленку, и все. И я ей написала, что это видео двухлетней давности, из этих сеянцев выросла шикарная рассада, и питуньи были прекрасные. А земля простая без добавок, поэтому так выглядит. Вот это обманчивое впечатление, вот эти вот трещины все-все, некоторые пишут, которые не понимают. Ужас, какая страшная земля. Это просто мягкий контейнер, я туда-сюда его ношу, он потрескался, это не проблема. Я вот пишу, это обманчивое впечатление, что она плохая. А фонтан или нет, мы судим по результатам. Я за нетактичность, конечно, извиняю, но мне кажется, это даже некрасиво писать. Питуния у вас не фонтан, когда она только взошла. Вот они крохотные, маленькие, семидольки, я еще ее не пикировала. Почему вы решили, что она не фонтан? Прекрасная питуния, со своих семян, здоровая, ни одной черной ножки не было. А то, что такая земля, просто я не увлекаюсь никакими добавками. Может быть, у вас и пух, земелька, каждый выращивает ведь по-своему. И как вот это, извините, как я уже выражалась, зайти вот так на чужой канал, просто пукнуть и уйти. Но зачем так? Не знаю, вот такая нетактичность. Вы не видели, какая она выросла, питуния, что из нее. И вы уже такой оценщик, такой, как в ломбарде. Ага, сидите. Это хорошее, это не фонтан. Прекрасная питуния. Я питунию умею выращивать уже много лет, ни одного отхода, ни одной потери. И землю использую простую. Если она не такая красивая, как у вас, это не значит, что питуния на ней не удается. У меня вот сейчас вся взошла, земля такая же страшная. Если для вас это не фонтан, ну делайте красивую землю. Каждый делает так, как хочет. Я за красотой не гонюсь. Я говорю, что я не добавляю никаких добавок. Конечно, земля страшненькая. Ее туда-сюда таскаешь, контейнер, она вся полопалась, потрескалась. И некоторых это так смущает. Пишут, ой, какая ужасная земля. Как можно вообще написать, что земля ужасная? Так, вот пишет Роза Липатова. Весной все тропинки в теплице хлюпают от воды. Лишние воды сами приплывут. Но у нас то же самое. У нас иногда, когда снежная зима, столько воды поступает в теплицу, что зайдешь и проваливаешься прям там, ну мягко так хлюпают. Вот пишет интересный комментарий Вика Гольдсекер. Спасибо вам за все. Подскажите, как вы считаете, цвет ниточки или тряпочки, которые мы подвязываем томаты, должен быть красным? Моя бабушка подвязывала красным цветом. Ну вообще, у меня большинство ниток красным цветом, но это получилось так случайно, просто мне муж привез там откуда-то с работы отходы мебельного производства. И вот эти вот бархатные красные ниточки, они у меня уже несколько лет, я их нарезала несколько тысяч. И вот у меня, если две тысячи в том году высаживала кустов по две, вот тысячу кольев, каждая привязана по три, по четыре. Ну короче, около четырех тысяч у меня этих ниточек. Какие-то красные, какие-то у меня есть зеленые. Я не думаю, что прям обязательно нужно выбирать красный цвет. У меня так получилось случайно. Но вообще говорят, что... Да, говорят, что томаты, видя рядом красный цвет, быстрее поспевают. Такая легенда есть. Правда это или нет, я не знаю. Так, Татьяна Устрикова пишет, хорошо выглядите, спасибо вам за комплименты. Зато сожрала все овощи за зиму. Все, что вырастила в прошлом году, сидела на диете огородника, все подъела, всю капусту, всю морковку, организм очистила, помолодела. Но все это делалось только для того, чтобы работать с большей отдачей. Так что к весне я готова, немножко похудела, немножко поздоровилась. Теперь могу пахать еще в два раза больше. Скорее бы в огород. Вот пишет Валентина Рычкова. У меня очень тянется рассада, посеянная 22 февраля, остается тонкая и длинная, и только семидольные листики. Хотя находится под лампой, как ей помочь? Но тут есть несколько способов от этого оттягивания. Во-первых, рекомендуют специалисты, если рассада тянется, сразу же ее начинать тормозить понижением температуры. То есть света должно быть много, температура должна быть низкая, то есть похолоднее, чтобы она как немножко остановилась. Обычно в тепле растет. Если это не помогает, то лучший инструмент, это, конечно, пикировка на ранней стадии. Вот только-только начинают высовываться настоящие листья. Я иногда были случаи, что идет вытягивание, но густо посадишь с расчетом, что не все взойдут. Они всходят все, начинают сразу тянуться. Я даже с двумя семидолями пикировала. Я потом постараюсь снять отдельное видео на эту тему. Но пикировка это единственный способ. Во-первых, вы ее маленько остановите, ну как корневая система все равно же у нас, корешки обрываются, все. И она немножко как находится, хотя бы несколько дней в стрессе, она пока укоренится, пока туда-сюда. И как раз вот это будет немножко тормоз. И, конечно, после пикировки она уже так не тянется. Обычно сильное вытягивание вот до семидолей, и вот эта вот, как сказать, ножка-то сильно тянется. Тут вот Дмитрий Чернов пишет, что несколько раз выручал фен, втихаря взятый у жены в теплице, дуги вот так же с акрилом. С одной стороны фен положил прямо на почву. Ну, как я говорила, надувают, когда в тоннеле теплый воздух. Женщины возмущаются, что мужики достали, втихаря феном пользуются. У меня феном сушил вот что-то тоже сын, он весь поплавился. Так, пишет Жанна Филатова, перо добавляю при посадке перца и баклажан в открытом грунте, результат хороший. Ну, где бы перо еще набрать? Вот зеленый горошек пишет, хоть и странное имя, но ладно, будем считать, что это человек. На дачной лекции о перцах агроном сказал, что пикировка перца задерживает его развитие на 2 недели, зато дает развитие боковых корней, что увеличивает урожайность. Пикировку рекомендовали делать либо при первом настоящем листе, либо при наличии 4. Вот про эту пикировку перца опять. Да, очень хороша пикировка, когда мы делаем ранние посевы, рано-рано, вот кто сеет в конце января, в самом начале февраля, и мы вот этой пикировкой, да, немножко его тормозим, и в это же одновременно увеличиваем развитие вот этих боковых корней. И это значит, что к высадке в теплицу он будет не очень здоровой зеленой массы, но сильная корневая система. Обычно пикировкой пользуются те, кто сеет рано, потому что без пикировки он будет вот эта пальма огромная вырастать, а крышок будет небольшой. Я всегда пользуюсь пикировкой, я всегда считаю, что она идет на пользу. Да, немножко его мы затормаживаем, мы убиваем двух зайцев, и затормаживается вот рост зеленой массы, и увеличивается корневая система. Сергей Лунин пишет, действенное недостаток, недостаток очень много электроэнергии жрет. Это про ветродуки, про тепловые пушки. Да, это так, но когда вот критическая ситуация, например, выпадет 2 дня с заморозками, готов отдать какие-то даже большие деньги, лишь бы вот все это поголовье сохранить. Я еще раз сказала, что бывают же такие, не с утра до вечера мы же их гоняем. Так, вот пишет Татьяна Кононова, спасибо за информацию, будем брать инфракрасные обогреватели, вы на эти уже нашли. Ну тут про площадь, вот это тоже очень хорошо, что люди общаются между собой по поводу теплообогревателей. И тот, кто уже пользуется, они какие-то поправки, комментарии дают тем, кто только выбирает. Я их всегда предлагаю, что пишите свои комментарии, свои отзывы о том препарате или ином, про обогреватели. Валентина Коновала пишет, Оля, все правильно говорите, 3-7 лет, пока такие добавки перегниют, доступные микроэлементы для растений, лучше сгнаете их в компосте, и уже готовы компост снести под растение. Это вот про перо, про рыбу, птиц. Мы тоже все вываливаем. У меня одна большая траншея, вываливаем все в эту компостную кучу. Я годами, год, два, три туда складываю. Потом, конечно, один год приходится потрудиться. Верхний слой снимаю, из-под низа все это выгребаю. Но там уже такой компост, вот трехлетний, вот прям такая коричневая крупа. Ну, прелесть. Лакомство для растений, ничего там уже нет, пересеиваю через сито. Это, конечно, вот тот год, когда я эту компостную кучу перерабатываю, это сложная работа, долго я в мешки все это накладываю, раскладываю, в теплицу добавляю. Но зато я в лунке, почему в лунке не люблю все это добавлять? Ну, не знаю. Мне кажется, что вот эта вот засоренность земли, мне вот как-то неудобно, потому что я руками голыми почти всегда работаю. Если будет попадаться там вот кусок гнилой рыбы или что-то, мне не очень это приятно, лучше в компосте пусть перегниет. Но опять же, если кого-то это не смущает, кто-то работает вообще в перчатках, некоторые говорят, что и запах есть, и все их это не смущает. Я лучше предпочитаю, пусть бы в компостной куче все это перегнило, и потом уже в таком виде земли, просто жирный, плодородный добавить. Так, Наталья пишет, наши советские старые тепловентиляторы проверены годами, вы правы. Так, вот тоже у кого-то лежит старая перина, выбросить жалко. Представила, как приеду на дачу, распорола перину, вся в пуху, дома холодно, не помыться, в итоге как курица в пере, и муж такой же, как домой ехать, обхохочешься. Но тут уже меня радует, что люди такие картинки веселые рисуют уже из своей жизни садовые. Пишет Вера Скотникова, еще пикировать будете? Вот после пикировки первые, конечно, буду, уже потом буду в стаканы. Так, сейчас на этом я закончу. Время очень быстро проходит, хочется, я вот пролистываю, хочется и один почитать комментарий, и другой какой-то полезный, какой-то просто, чтобы людям настроение поднять веселый. Мы же тут собираемся не только для того, чтобы вырастить урожай, но и чтобы пообщаться, перенять какой-то опыт. Так. Вот опять же, хороший результат, Комлева Татьяна пишет, посадки картофеля на рыбу. От зимних рыбалок остается рыба мелочь. Ну вот хорошо, когда нам делают так 25 лет, хорошо, когда рыбы хватает на все 25 лет, вот у нас такого количества рыбы нет. У нас вообще, ну как, в городе, естественно, мы и на рыбалку ездим, реже рыбы у нас нет. Все это зависит и от региона проживания, и от предпочтения. Вот кто, например, если люди, пенсионеры, ясно, что у них, откуда у них эта рыба, тогда просто можно покупать вот эти, если хотите, экологически чистые, да, вот рыбную муку, фосфорная, мясокосная мука. Сейчас люди все это используют. Ну все, будем прощаться. Елена Ошкина пишет, думаю, не стоит того, чтобы потом сидеть и караулить свой огород от котов и собак. Все, до свидания. Желаю каждому найти свой метод оптимальный, который вам понравится, который будет доступен с материальной точки зрения, который будет приятен, вот, чисто эстетически. Вот как я говорю, мне, например, если я буду рыхлить и выскочит оттуда кусочек гнилой рыбы, мне вот этот не нравится, я не хочу. У каждого свои методы. И каждый, конечно, считает свои методы самыми лучшими. Будем делиться между собой своим опытом. И, может быть, чей-то метод или способ кто-то возьмет на вооружение и скажет, вот, спасибо. Как однажды я прочитала в статье «Одна женщина делилась своим опытом. Вот два томата в одну лунку». До сих пор ее благодарю. Узнала от нее этот метод, попробовала. И теперь его внедрила. И сажу так каждый год и довольна. И рада, что этот человек когда-то поделился с другими людьми, и со мной в том числе. Теперь я делюсь со всеми. Все, до свидания.